Почему Япония и Восточная Европа может обходиться без массового завоза низкокультурных беженцев, а Западная Европа не может? Существует несколько вариантов ответа на этот вопрос. В значительной степени стимулирует завоз вот этих беженцев Европу Америка, потому что Америка сильно проигрывает по своему этническому составу Европе. И в том числе и благодаря работе самых развитых стран Европы Америка постепенно деградирует. То есть там происходит латиноамериканизация и превращение Америки в страну третьего мира. Современная политическая деятельность, политический стеблишмент Америки – это, конечно, уже не стеблишмент белого государства. Трамп, Хиллари Клинтон и так далее – это люди, развивающиеся культуры, развивающиеся в мире. И в том числе часто и биологически. Ну вот Обама там со своими нравами, менталитетом и так далее. В этом нет ничего особенного. Это государство, они существуют, это культура. Но это не Европа. Америка, она пытается размыть национальную основу основных европейских государств, сделать им там мультикультуризм и иметь дело тоже с такими маленькими Америками. Америкой Германии, Америкой Швеции, Америкой Англии, Америкой Франции и так далее. Которые, в свою очередь, ведут тоже свою контур-игру. Ну и вот там так вот все крутится, вертится. И непонятно, кто больше от этого выигрывает, кто проигрывает. Конечно, европейцы обладают колоссальной способностью изображать себя несчастными и обиженными. Не нужно идти на поводу этого. Те люди, которые являются беженцами, они на самом деле выполняют очень важные функции в этих государствах. Они, собственно, там выполняют всю грязную черную работу, в отличие от, допустим, Российской Федерации, где действительно какая-то часть этих иммигрантов, она заработает мусорщиками и так далее, строителями. Но очень значительная часть составляет верхушку политическую и бизнес-верхушку. Редактор субтитров А.Семкин